Городская власть не оставляет попыток уничтожить автомобильный рынок успех. Несмотря на победу предпринимателей в суде, угрозы и шантаж продолжаются. По указанию мэрии, контролирующие инстанции блокируют работу магазинов. Городская власть Мне ограничили право на труд, заниматься предпринимательской деятельностью. Все налоги на протяжении всех лет я платил вовремя. Претензий у меня. Ко мне со стороны фискальных служб не было. За последние два месяца, когда я в магазине не мог находиться, я оплатил аренду по 30 июня. Но в магазин ни разу зайти не смог. А сегодня еще ко всему пришли утром и увидели эти замки. Дет речь об отжатии магазина. Вначале нам выключили свет. Мы потеряли поставщиков. Затем нам опечатали магазин. То есть и поставщики, и интернет продажи. Все свелось на ноль. Тот бизнес, который мы строили с мужем себе на старость, рухнул. Рухнул за два месяца, когда повесили вот эти бумажечки, опечатки. Кстати, все незаконно. Решения суда на закрытие магазина нет. Арендатор земли и потенциальный застройщик компания «Район Успешный» торопится освободить земельный участок. ТОВ «Район Успешный» орендует у Міської Ради землю. Але, что сталося по факту? По факту Міська Рада передала разом з людьми і з приміщеннями. Ну, скажемо, землю передала разом з людьми і з приміщеннями. Тобто сьогодні «Район Успешный» розпоряджається цим майном в повному обсязі. Декілька десятків підприємців звернулися до суду з вимогою скасувати оці рішення Міської Ради. Приморський районний суд 1 червня задовольнив такі рішення. Скасував рішення Міської Ради 2 на дозвол на розробку проєкта землеустрою. Зараз поданий ще позов про скасування оренди. Взагалі, право оренди – то в район Успешный. Ті люди, які звернулись до суду, це їхнє право. Тобто, як вам ще раз повторюю, в порушення закону були видні ділянки. І кожен одесить, не тільки підприємці, мають право звернутися до суду. Ті, хто звернувся до суду, на них почалися репресії. Щобо хозяин сам не открыл магазин, администрація поставила у входа охранника, а неподалеку дежурила група боєвіков, як це обычно буває при рейдерському захваті. От камери вони прятались. Горсовет в виде Геннадія Труханова передає в лице Геннадія Труханова і Городського совета, передає, як рабов, я подчеркиваю, як холопов, як в Средневекові, передає всю землю під цим ринком, під магазинами, котрим ці предприємці, це бізнес-структура, галантерник, не має ніякого отношення, передає галантернику. Труханов передав галантернику, як в Средневекові, людей, вместе з їх магазинами, вместе з їх будучим, вместе з їхнім бізнесом, запчастями і т.д. Давление на неугодних предпринимателей – не единичний случай. Нові хозяева стараються выжить з ринка всіх недовольних административним путем. Занесли документы, сказали, вот договор на три місяці, обонплата поднята в четыре раза, без всяких объяснений. Забрать договор аренды, приходиш раз, два, с третьего раза юристам отнекивається, отдакивається. Опечатування магазинов, закрывання магазинов – це стало в порядке вещей. Обичний договор составлялся на три года, якщо там форс-мажор какой-то – на год. Зараз договор аренды я не можу получить. Кому я плачу, з кем я плачу. Названня администрації постоянно меняється. Поход предпринимателей и активистов вместе с полицией в администрацию рынка ничего не дал. Руководство, как и следовало ожидать, куда-то срочно уехало. Администратор отстаивал правоту начальства. Прибывшая на рынок оперативно-следственная група ограничилась минимальными действиями. Опросила хозяина опечатанного магазина и представителя администрации. Документы на право владения магазином его владельцу не помогли. Полицейские настаивали на встрече с директором рынка. А он, естественно, на связь не выходил. Чтобы не накалять ситуацию, решили эту акцию повторить в ближайшее время. Но сейчас напишем заявление на руководство с тем, чтобы они, если они хотят забрать магазин, чтобы они шли по правому пути. Либо возмещали мне стоимость затрат на строительство, или предоставляли мне это место за другие деньги, и я буду работать в своем магазине. Мы не хотим насилия, мы хотим действовать в законодательном поле, и мы обратимся в соответствующиеся органы. Я хочу сказать, что с феодализмом в Украине пора заканчивать. То, что происходит, это чистый воды феодализм, чистый воды бандитизм. В цивилизованном европейском обществе выход из такой ситуации однозначен. Полиция обеспечивает собственнику доступ к его собственности и задерживает всех, кто пытается помешать. У нас, блюстители порядка, вообще уехали с места событий, чтобы посоветоваться с начальством. То есть, либо они не знают закона, либо в Одессе он не работает. Но тогда вместо закона действуют уголовные понятия. Получается так. Если полиция и дальше будет стоять в стороне, конфликт на автомобильном рынке успех может перерасти в силовое противостояние. К этому ведут действия городской власти и бездействия полицейского начальства. Александр Виноградов, Денис Светляченко, телекомпания КРУ.